Привет, друзья, с вами Татьяна, и сегодня я хочу обсудить с вами итальянца. Позвольте себе быть плохими, позвольте себе посплетничать, позвольте себе поулыбаться. Надеюсь, что видео выйдет очень лёгким, юморным, свежим. Именно таким я его задумывала. В принципе, итальянцы и Италия вообще как страна, я бы её вот сто процентов не приписывала к Европе. Она всё-таки отдельно немного сама по себе. И менталитет, кстати, много в чём похож на наш украинский. Сейчас я буду говорить о чём-то, что в нём именно отличается, да. Тема того, что итальянцы, у них очень много времени было на то, чтобы пережить роскошь, порокко, вот эти вот все какие-то вычурные интерьеры, там что-то там такое. И сейчас мода большая у них именно на минимализм. У очень многих людей, вообще наших соседей даже в этом доме, просто интерьер весь серый. Я не знаю, как транслируется мой интерьер на камеру, но в принципе серого у меня здесь мало что есть. Вообще у меня стены вот голубые, может быть оно смотрится на видео немного серым. Но в принципе у многих из наших соседей вообще всё серое. Серая мебель, серые стены, всё серое, и в этом они видят какой-то шик. Я, честно говоря, этого не совсем поняла, и надеюсь, я этого не пойму. Но в принципе скромные интерьеры, и вообще если вы приезжаете, например, даже в тот же самый Милан, мы говорим о столице моды, да, и хотите здесь снять квартиру, не ожидайте там чего-то сверхъестественного. В принципе, квартиры, которые здесь люди сдают, они в достаточно печальном виде находятся. И найти квартиру с ремонтом современную, это ещё то задание. Вообще, в принципе, на более-менее нормальную квартиру здесь найти, уже не говоря о ремонте, это уже сверху какие-то запросы, здесь нелегко. И вообще жильё, особенно съёмное жильё, стоит больших денег. Некоторым людям это стоит вообще всей зарплате. Отдельный разговор о том, как вообще итальянцы выживают здесь и живут. Вот. Но что касается интерьеров, вот мои интерьеры, то, что вы сейчас видите, вот то, что у меня, то, что вы видите на заднем фоне, это вообще сверх роскошь для Италии. Вот такая Италия, да, от чего вы ожидали сейчас от Италии. В принципе, люди, которых вы видите на улице, ну да, мужчины, очень многие мужчины умеют одеваться, очень многие мужчины классически одеваются в костюмы, и это красиво выглядит. Что касается женщин, не настолько хорошая здесь ситуация, если говорить. В основном это чёрный цвет, я сегодня тоже в чёрном, но я сегодня такая женщинова. Вот. Женщины очень одеваются прям до сюда, вот всё закрыто, чёрные, очень сильно накрашены глаза. Вот у меня сегодня это вообще не считается, можно сказать, по сравнению с итальянками. И вот такой вот прям чёрный цвет, это вот из дня в день вы видите людей, одетых в основном в чёрный цвет. Ну вот такая вот столица моды, да, это мы сейчас говорим о Милане. Возможно, в других городах оно по-другому вообще всё выглядит. Но здесь вот так. Следующий пункт. Итальянцы повёрнуты на чистоте. Если ваши соседи в 7 часов утра просыпаются и начинают пылесосить, это нормальная тема. Здесь недавно вот мне знакомая писала о том, что её соседка постоянно вывешивает бельё на балконе, сушится. Нормальная, типичная тема. Если говорить о стариках, вообще вот эта тема очень у многих итальянцев. Здесь особо не принято работать над собой. И поэтому, когда у них идёт вот эта какая-то фрустрация, какие-то переживания, какой-то невротизм, они это всё выплёскивают вот в уборке, потому что они не знают, как по-другому успокоиться. И у них вот эта тема успокоения, она идёт и через уборку. Расскажу прикол. Одна из моих соседок вообще приглашает, девушки на минуточку под 40 лет, она приглашает свою маму к ней домой поубирать. Представляете? Это, кстати, уже не первый раз, когда я такое что-то подобное слышу. И нет, для них это вообще не стыдно. Для них стыдно нанимать помощь, нанимать уборщицу, потому что как это я буду платить кому-то, кто будет убирать у меня дома, что я сам не могу. В то время, как, например, у наших многих людей, которые обеспечены, это считается нормальным, здесь ещё есть предубеждение по поводу этого всего. И о, как же я недохозяйка, я недохозяин, если я не могу браться сам у себя в квартире. И мужчины, и женщины повёрнуты на чистоте. И если вы девушка, которая ищет себе мужчину, вам очень сильно повезёт. Если мужчина, помимо того, что он повёрнут на чистоте, он ещё и сам эту чистоту наводит. Потому что по-другому, конечно же, это все будут претензии в вашу сторону. Перемилье придёт, когда вы наймёте кого-то, кто будет этим заниматься у вас в квартире. Поэтому вот такая тема. Представьте себе, итальянцы повёрнуты на чистоте. И причём, говорю, очень многие люди и прямо в 6 часов утра, в 7 часов утра просыпаются и давай всё вымывать в квартире. Даже если позавчера ты это всё уже вымывала, сегодня ещё раз мы это протрем так, чтобы оно всё блестело, чтобы было идеально, чтобы, не дай бог, если кто-то в гости придёт, чтобы там пылинку, соринку не увидел. Вот такие итальянцы. Представляете? Вы наверняка, это для вас сюрприз большой. Следующая тема, к чему наш человек совершенно не привык. И в принципе наши люди, которые, ну, более-менее осознанные, которые читают книги и вообще интересуются собой и работают над собой, для них это вообще дикость. Люди постоянно говорят ни о чём, друзья, ни о чём. Разговоры ни о чём. О погоде, о какой-то ерунде, о футболе, вот эта тема. Ну, то есть разговоры о какой-то теме. Ну, вот, например, да, сейчас вот этот конфликт в Украине. Ну, то есть, чтобы кто-то об этом говорил. Нет, вас даже не спросят, как у вас дела, если все знают, что вы украинка или украинец. Это нормальная тема. А зачем об этом говорить? Это сложно. Зачем идти в какие-то негативные эмоции? Сейчас мы ещё и поругаемся на теме каких-то разногласий. Зачем об этом говорить? Лучше давайте не будем об этом говорить. Лучше давайте поговорим о природе, о погоде, о какой-то ерунде. Книг здесь особо люди не читают. Фильмы, ну да, иногда смотрят, но то, что вы здесь увидите на первых местах на Нетфликсе, не факт, что это вам понравится. В основном это что-то очень лёгкое. Итальянские фильмы, я вообще молчу. Это такое, это нужно иметь особенную психическую конструкцию в голове, чтобы их вообще воспринимать. Но это, в принципе, в двух словах, это постоянный какой-то невроз. То есть постоянно всё не так, и постоянно, о боже, нужно что-то делать, постоянно шило в попе, нужно как можно больше ошибок понаделать везде, испортить себе жизнь, всё накрутить, всех против друг друга понастраивать, везде ерунды всякой наделать, и потом это всё решать. Ну вот, в двух словах, вот я вам описала большинство фильмов. Да, есть исторические здесь персонажи, режиссёры, которые Оскары получали. Есть вообще просто исторические номер один фильмы, но это было давным уже давно. Из последних ничего особо такого не было. Вот идеальные незнакомцы, по-моему, из последних так прям выстрелил. Ну и то, мне кажется, что снять это можно было намного качественнее. То есть всё-таки вот эта игра итальянских актёров, она всё-таки вот фальшь, там чувствуется, и это, конечно, не сравнить с вот высоким уровнем. Мало кто умеет. Старомодные, ностальгирующие настроения по совку и старым временам. О, эта тема вообще очень большая. Здесь герой нации Берлоскони, герой-любовник, старый плейбойер, как его называют. Ещё и друг, сами понимаете, Рашскинского деда. Ну, это здесь идол. Просто очень многие мужчины мечтают в своих влажных мечтах о том, что они родились, и у них жизнь Берлоскони бурлит. Куча у них баб, и девушек, и недевушек, и молодых, и немолодых. Молодых, и всего, и со всеми они побывали, и со всеми они понакрутили, и бунга-бунга партии у них были. И всё у них, я так сказала, партии, это вообще итальянский акцент, на минуточку. Всё у них это было, и жизнь прошла не зря. Вот такие у них идеалы, понимаете? Я вам сейчас скажу. Если вы возьмёте любого вообще мужчину здесь, он, во-первых, знает, кто такой Берлоскони, во-вторых, он мечтает жить как Берлоскони. Вот такая тема, вот такие герои. И вот эта тема, что, о, в Совке было так хорошо, и вот там Муссолини был таким хорошим. У нас же, в принципе, у людей, да, вот эти психические защиты, и, в принципе, наша память, она так работает, что мы помним хорошее, а плохое вообще не запоминаем и забываем. Поэтому, в принципе, это объясняемо. Но вот очень многие люди здесь живут ещё в мечтах о том, что это когда-нибудь вернётся, о том, что Италия, итальянцы — это вообще дружественные народы с тем, кого я уже упомянула, о том, что можно это всё вернуть, и можно ещё жить, и шашками махать, и всё такое. И, конечно же, с этим ничего не поделаешь. Поэтому, наверное, многие, ещё раз возвращаясь к предыдущему пункту, и не хотят говорить на темы, в которых могут быть разногласия, да, потому что очень много есть таких людей, которые вообще страдают об этом прошлом. Ещё один пример вам приведу. Вот недавно, там, буквально две-три недели назад, у них здесь умер их известный персонаж из телевидения. Телевидение на минуточку по умолчанию скажу, что оно состоит вообще из 75-летних, 80-летних стариков. И один из этих стариков, которому было 85 лет, он работал до последнего дня своей жизни. Вот тоже, чтобы вы понимали менталитет. Он, его прям вознесли как героя, о боже мой, сколько он реформ привнёс, и сколько он всего сделал. Хотя, на самом деле, никаких там реформ, насколько я знаю, и не было. Помимо этого, были вообще разговоры о том, что он связан с мафией. И мало того, что связан, он ещё и один из самых главарей каких-то мафии, потому что здесь у нас в Милане политика очень сильно граничит, и вообще телевидение, это всё связано. И, в общем, вот эта тема, помимо этого, даже премьер-министр была у него на похоронах, понимаете. И вот такой прям герой умер, дедушке было 85 лет, он прожил свою жизнь как хотел, он всё сделал, что хотел. И слава у него была, и деньги были, и всё было, но при этом до самого последнего дня своей жизни он не хотел уходить из телевидения, чтобы освободить место новым, наконец-то, лицам, потому что эти 80-летние дедушки не очень хорошо смотрятся на телевидении, насколько вы понимаете. И при всём уважении, при всём понимании утраты, при всей эмпатичности и всё такое, ну, говорите об этом месяц спустя каждый раз, при том, что это случилось в один и тот же день, когда как раз и была годовщина конфликта с соседей Украины, да, с Украиной, и об этом вообще особо никто ничего не говорил. А вот об этом дедушке, о боже, бедный несчастный помер, 85 лет, и как же так получается, мы потеряли героя, при том, что, повторяюсь, особо ничего нового он сюда не внёс, он, как и все остальные, просто брал какие-то тенденции американского телевидения и привносил их и в итальянское телевидение. Ну, как бы здесь гением не нужно, наверное, особо быть, я думаю, подозреваю. Ну, вот такой вот менталитет. Вот такие вот герои соответствующие. О, вот это вам понравится? Это вообще такая тема? Короче, я сниму обязательно видео на эту тему. Речь идёт о банальной стадии психосексуального развития по Фрейду, когда ребёнок приучается ходить в туалет, и в этой, именно в этот период у очень многих итальянцев произошла фиксация, как-то их родители неправильно учили ходить в туалет, и поэтому у многих она и осталась. Что это, фиксация вообще, о чём это говорит? О том, что человек очень, как они говорят, брачокортий, это говорят итальянцы сами о себе, в принципе, это что у них короткие плечи или короткие руки, это говорит всё о том, что они не привыкли тратиться на что-то. Поэтому, где бы вы ни были, вы в ресторане ли, не в ресторане ли, вы везде будете слышать тему деньги, сколько я потратил, сколько я вложил, сколько это мне стоило, сколько мне это не стоило, и то, и сё, то есть вот это вот всё будет обсасываться 350 раз, сколько где кто потратил, и сколько где кто вложил, И вот эта тема, то есть она здесь постоянно, это вот и есть, получается, вот эта анальная тема прямиком. Тема о том, что, кстати, я бы этого вообще не замечала до той поры, пока моя одногруппница на курсе, которая живет в Италии, мне на это не указала. И это потом как раз и проигралось у меня в жизни, о том, что люди очень часто вообще говорят о какашках, о туалетной теме, о том, кто где что и как сходил в туалет, и причем это может вообще обсуждаться за столом. Я этого раньше, вот клянусь вам, не замечала, но вот как только я это услышала и вообще в этом удивилась, оно стало проявляться, ну как работает поле, как всегда, да, стало проявляться и в моей жизни. И в принципе это не очень приятно, я, конечно же, этот разговор сразу останавливаю, потому что, ну блин, это не прикольно, да. В принципе итальянцы, они очень любят обсуждать какие-то вопросы гигиены, особенно это мерзко звучит, когда женщины обсуждают это с коллегами по работе мужского пола. Ну вообще не прикольно, и мне кажется, все-таки все равно в отношениях должна сохраняться вот эта какая-то тайна, и не обязательно все детали твоей гигиены должен знать другой человек, даже если это твой муж. То есть вот эта тема для меня, конечно, шокирует, и насколько я вот это не вижу, это постоянно женщина здесь может напрямую сказать, ну типа я пошла пописать, или я пошла покакать, понимаете, своему мужчине. Мне кажется, это не совсем помогает отношениям развиваться, ну то есть наоборот как-то скорее. Ну вот эту тему имейте в виду, конечно же, я эту тему сразу останавливаю, потому что, ну это вообще не аппетитно звучит, и вообще не прикольно, и вообще, ну, в смысле, а зачем мне с этим делиться с каким-то другим человеком, если у меня на это есть врач, понимаете? Ну, как бы с врачом, ну и нужно это обсуждать, да, это тема обсуждения с врачом. Не сепарированы от родителей. О, вот эта тема, вот эти первые стадии психосексуального развития, они здесь настолько понятны. Как я вам уже сказала, анальная стадия, это вторая стадия, первая оральная стадия. Ребенок кормится сначала грудью, а потом отучается от этого постепенно. С этим здесь тоже очень большие проблемы, и, в принципе, вот эта сепарация, которая проходит по всем стадиям психосексуального развития по Фрейду, здесь с ними большие вообще проблемы и с сепарацией, в принципе. То есть люди живут до сих пор, вот, например, да, если квартира здесь стоит, снять квартиру нормальную более-менее 1500 евро, это средняя цена, да, и зарплата тоже средняя 1500 евро, то вы понимаете, что, конечно же, если человек, например, студент, то, конечно же, он живет от денег родителей, от денег дедушек, бабушек и так далее. Ну, то есть, естественно, это очень сильно влияет и на экономику, потому что люди не просят больше зарплаты. Естественно, работодатели все счастливы, потому что, ну, зачем мне тогда ее предлагать, и зачем мне тогда давать больше зарплату, если им нормально вот так. Ну, вот такой вот подход, и, конечно же, это очень сильно влияет вообще на все. Дети не сепарированные, люди, вон, да, я вам сказала, до 40 лет, мамы приходят убирать у детей в квартирах, и, в принципе, помогают им деньгами и не отпускают их уезжать куда-то за границу за тем, чтобы поработать на другую фирму, поработать на другую страну, набраться опыта, вернуться, не вернуться, то есть вот этой темы вообще нет, не отпускают. Ну, в этом, в принципе, мы похожи, да, в Украине тоже такая ситуация плачевная, конечно, с сепарацией. Отдельно сниму на эту тему видео. Напомните мне, кстати, напишите, если вам эта тема интересна, и вообще, в принципе, по умолчанию поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, таким образом вам будут приходить уведомления о том, что у меня появилось новое видео на канале, и вы будете знать, когда в следующий раз появится это видео, и не будете пропускать ничего, потому что вы же хотите знать об этом всё, правильно? Да, они сепарированы вот от родителей, и это, конечно, очень печально наблюдать, когда 45-летний мужчина живёт с мамой в квартире и думает, что это нормально, или даже женщины, ну, то есть, работает во всех направлениях. В принципе, менталитет такой, что встретить здесь человека, который к чему-то стремится, это уже праздник, потому что по умолчанию люди здесь особо ни к чему не стремятся, у них вот эта тема carpe diem, то есть lovey moment. Когда, я помню, вот ходила на свидание, это было лет 5 назад, когда спрашиваешь, а какие у тебя цели в жизни у человека, такой, а что, ну, в смысле? Ну, я живу вот, наслаждаюсь жизнью каждый день, а что, должны быть какие-то цели? Ну, о чём это вообще? А что ты такое спрашиваешь? Вот эта тема, это здесь вообще, если там, например, у нас в Украине, да, все к чему-то стремятся, что-то кто-то делает, ой, надо там то квартиру купить, то сделать, то здесь такого вообще нет. Ну, типа, поработал, пивко, диван, всё нормально. Но если говорить о работе, в принципе, то итальянцы неплохо умеют работать, вот то, что я слышала там из других стран, что вот они совсем не умеют работать, то итальянцы, в принципе, умеют работать. То, что они не умеют, это искать лучшую работу для себя, в принципе, но это я говорю о большинстве, у вас сейчас может быть другой опыт, по этому поводу, вы можете другое слышать. Но, в принципе, вот эти поиски лучшей работы, поиски лучших условий, поиски чего-то большего, стремления к чему-то большему, такого здесь нет. И это, в принципе, даёт им возможность быть частью вообще европейского общества. Европе, в принципе, во всех странах вот это есть тема. В Германии я жила тоже, вот молодые люди особо ни к чему не стремятся. Ну, вот эта тема постблагополучного поколения, когда, в принципе, а зачем к чему-то стремиться, если всё уже есть? Даже если этого всего и нету. Экстремальный феминизм. Да, о, здесь вот это вообще цветёт и пахнет. Вот эта тема, что как только мужчина и женщина окончили там их ужин, женщина бежит к кассе, я заплачу, нет, дай мне заплатить, и всё такое. Я сейчас сама всё сделаю. И это, конечно, очень смешно смотрится здесь, потому что у них зарплаты на 40% ниже, чем у мужчин, на тех же позициях, на тех же работах. И в руководстве всего лишь 10% из менеджмента — это женщины. То есть это смешно звучит. Ну, типа твоя зарплата и так уже меньше, а ты бежишь заплатить за ужин. Ну, зачем? То есть в смысле? И вот эта тема, что если мужчина за меня заплатит за ужин, то значит я ему чему-то должна. И тема того, что нет, я феминистка, у меня там между ног что-то железное, я могу сама всё сделать, не надо мне тут твоих подачек, от мужика мне вообще ничего не надо. Я тут сама по себе, к чему это ведёт? Конечно же, к тому, что мои коллеги, с которыми я работала, 60-летние, 50-летние женщины остаются сами, потому что если мужчина вообще в отношениях, у него нет возможности давать что-то женщине, то он себе потом находит женщину, которой есть возможность что-то давать, понимаете? Как минимум это любовница, как максимум это другая женщина, помоложе. Вот и всё, вот так работает эта вся тема. И феминизм здесь просто экстремальный, но это опять же, возвращаясь к исторической вот этой теме всей, это ниоткуда не пришло. Это пришло из того, что очень многие годы женщины были прислугами у мужчин, и они сидели дома, и у них не было выбора, кроме как там наглаживать рубашки, и натирать полы, и убирать всё, и прислуживать мужчине, потому что они считали, что у них нет другого выбора, потому что если они этого не будут делать, то он уйдёт и бла-бла-бла. Ну, как мне кажется, это всё зависит от того, что у женщины вообще в голове, потому что наоборот тоже не работает. Как и во всех подходах, здесь нужен баланс, и именно в балансе ответы на вопросы, как я считаю, потому что экстремальный вот этот феминизм, он ведёт к тому, что, во-первых, женщине нету возможности быть слабой, во-вторых, он ведёт к тому, что кому-то нужно же быть слабым полом, значит, мужчины становятся более слабыми, вот к этому это всё и ведёт. Скрытый расизм. Вот эта тема вообще очень неприятная здесь, и она здесь есть, и ничего с этим пока что сделать нельзя. Тема, что если ты вот светловолосая, если ты там темнокожая, если ты там не такая, не сякая, и такая, как вот итальянцы, то всё на тебя будет косо смотреть, не те тебе будут работы давать, как-то к тебе сначала будут, например, давать работу итальянскому мужчине, потом итальянской женщине, а потом, несмотря на все твои языки, на которых ты говоришь, это я сейчас про себя, конечно же, несмотря на все твои компетенции, на твоё суперрезюме и так дальше, никому ничего не интересно, а потом где-то в конце, может быть, до тебя дойдёт очередь. Вот это, конечно, восприятие людей, восприятие различных наций, и вообще очень зависит из какой ты страны, потому что к американцам, например, другое отношение, к другим нациям другое отношение, а вот к украинцам, к, например, людям, которые сюда приезжают из бывшего СНГ и так далее, вот к ним особые отношения, очень много с этим связано, клише поставлено. В принципе, интерес вот этот, знаете, который есть за границей, в других странах, когда ты приезжаешь, ой, откуда ты, ой, а там нам, типа, очень жаль, как твоя семья, вот это вот всё, здесь этого вообще нет. Ну, людям не очень интересно вообще ничего, кроме того, что происходит в Италии, и вообще очень такое закрытое общество. Ну, типа, что-то там, где там происходит, где-то там, это очень далеко, и вообще до нам этого дела нет. Вот такие вот итальяшки, у них такие вот свои причуды, свои тараканы в голове, как и у всех. Что вы думаете по этому поводу? Что бы вы хотели добавить к моему списку? Какой был ваш опыт? Как вы познакомились с итальянским менталитетом? Что вы думаете про итальянцев? И как вообще вы на это смотрите? Хотели бы вы жить в Италии? Какой ваш любимый город? Где вы были? Что вам нравится? Прокомментируйте, пожалуйста. Как я вам уже говорила, напоминаю, что самые активные зрители, слушатели, подписчики, те, которые комментируют, те, которые ставят лайк, подписываются на мой канал, среди них я буду через пару месяцев разыгрывать сессии в подарок. Поэтому, пожалуйста, будьте активными на моем канале и увидимся с вами в следующий раз.